В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Второй подъезд дома номер 31 по строительной улице стал победителем муниципального этапа. Ежегодного конкурса «Лучший подъезд в Подмосковье». Очень качественный ремонт сделали. До этого никогда такого не было. В музее-заповеднике Горки-Ленинске открылась выставка «Вожди и художники». Это портреты Ленина, которые были присланы Надежде Константиновне Крупской в 30-е годы. В детской школе искусств прошла олимпиада учащихся в воскресных школах. Нам дали роли и мы рассказываем чудо, которое произошло с определенным человеком. Второй подъезд дома номер 31 по строительной улице стал победителем муниципального этапа ежегодного конкурса «Лучший подъезд в Подмосковье», который проводится в рамках реализации губернаторской программы. И теперь будет представлять округ на областном уровне. Наша съемочная группа встретилась с жильцами и сотрудниками управляющей компании, чтобы узнать секреты успешного благоустройства и как им удалось попасть в лидеры. Выходя из квартиры, приятно попадать в комфортное, чистое и современное помещение. Так считают жители второго подъезда 31-го дома на улице Строительная. Два года назад здесь были проведены ремонтные работы при активном участии собственников по губернаторской программе «Мой подъезд». За счет средств текущего ремонта и плюс софинансирования из бюджета Ленинского городского округа и из бюджета Московской области были проведены работы по капитальному ремонту. Это укладка на полные плитки, на стенные плитки, ремонт входных круп, замена оконных блоков, дверей входных, поручней и осветительных приборов. Данный подъезд одержал победу среди 70 заявок муниципального этапа конкурса «Лучший подъезд в Подмосковье». Проверить содержание и качество ремонта для прохождения в следующий тур приехали представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. В Московской области ежегодно проходит смотр-конкурс «Лучший подъезд в Подмосковье» отремонтированность при участии жителей и управляющих компаний. Смотрим качество, смотрим сам ремонт, изюминку. Успешное участие в конкурсе, признается Валентина Куцева, это результат сплоченной работы жителей и сотрудников управляющей компании. Но все же есть пожелания на будущее. Очень качественный ремонт сделали. До этого никогда такого не было. Сейчас мы стараемся поддерживать ремонт. У нас чистота, порядок убирается, техническая бессерия, регулярно. Единственная к нам просьба, чтобы не было вандализма, все же помочь нам сделать камеру видеонаблюдения. За счет данной программы камеры не устанавливаются, но их можно установить также за счет средств текущего ремонта при положительном решении на общем собрании собственников. То есть, если люди соберутся, они могут установить камеру в подъездах, определяться, сколько штук, где они будут расположены и установят управляющая компания. Итоги будут подведены в сентябре. Победители и призеры конкурса «Лучший подъезд в Подмосковье» в качестве награды смогут отправиться на экскурсии по городам России. Наталья Буслаева, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Видном прошла четвертая ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция. В этот раз она получила название «Качество жизни как приоритетное направление при лечении онкологических пациентов». Встреча была организована специалистами Видновской клинической больницы при поддержке ряда международных фармацевтических компаний. Более 50 человек получили возможность встретиться на научной площадке Московской области. 13 докторов и кандидатов медицинских наук рассказали о собственных наработках в лечении онкологических болезней. Сейчас с 2019 по 2024 год идет такая большая программа на федеральном уровне. Это борьба с онкологическими заболеваниями. В онкослужбе выделяются определенные средства финансирования, которые позволяют медорганизациям закупить оборудование, лекарственные препараты, расширить наши диагностические возможности и улучшить качество оказания медицинской помощи. Неслучайно научно-практическая конференция уже в четвертый раз проходит именно в Видном. Помимо географического удобства, здесь ведут лечебную практику несколько известных онкологов. Кандидат медицинских наук Мурадин Тхакохов, доктор медицинских наук Даниил Ротин, врачи-онкологи Аслан Загаштоков и Игнат Борисов. Видное – это областная больница, в которой существует онкослужба. Которая активно работает. На этой конференции доктора не только из Видновской больницы, здесь доктора из Московской области, которые представляют различные медицинские организации. В качестве докладчиков и федеральные спикеры, и доктора также из других медицинских организаций Московской области. В принципе, это обмен опытом. По данным пресс-службы Видновской клинической больницы, в Ленинском городском округе на сегодняшний день зарегистрировано 3,5 тысячи онкобольных. В Видном сотрудники госавтоинспекции задержали юных мотоциклистов. О том, что грозит нарушителям правил дорожного движения, расскажет Юлия Стаферова. Рейд «Внимание дети» направлен на профилактику безопасного поведения детей на дороге. Особенно это касается тех, кто незаконно управляет транспортными средствами – мотоциклами, скутерами и питбайками. В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД задержали юных гонщиков, которые передвигались на кроссовых мотоциклах и скутере. Самому младшему из них всего 10 лет. Мы приехали сюда, стояли, ждали мальчика, а он не пришел. И мы нас поймали с поличным, документы забрали, ключи тоже. За что задержали? За то, что катались по городу. На чем? На питбайках. А разве можно в городе на таких кататься? Нет, но мы быстро. Просто сюда доехать. А какая цель поездки была? До дома съездить. Питбайки не предназначены для передвижения по дорогам общего пользования, так как они относятся к категории «спортивный инвентарь». Кроме того, ездить на нем нужно в специальной защите. Для управления кроссовым мотоциклом и скутером нужны водительские права, которые зависят от объема двигателя. А сам водитель должен быть не моложе 16 лет. Выезжать на проезжую часть наши подростки имеют право в возрасте 14 лет. До 14 лет выезжать на проезжую часть запрещено, даже на велосипеде. Сотрудники госавтоинспекции составили протокол и провели разъяснительную беседу с подростками. Транспортные средства отправили на штрафстоянку. За правонарушение юных мотогонщиков будут отвечать родители. Всю информацию передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Юлия Стаферова, Алексей Стафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В конце мая в России отмечается День предпринимательства. Мероприятия в поддержку бизнеса прошли по всей Московской области. Организация «Движение первых» не стала исключением и провела образовательную программу для всех желающих, посвященную теме бизнеса. В чем отличие стоимости от себестоимости, как выбрать форму сбыта продукции, кто такие индивидуальные предприниматели? Это и многое другое школьники узнали на открытом уроке от «Движения первых» под названием «Бизнес ринг». В «Движении первых» по всей стране проходит акция «Дело и дело», «Дело первых». Поэтому мы решили приурочить к этой акции такое мероприятие сделать. «Бизнес ринг» – это интеллектуальная командная игра, где участники соревнуются в знаниях о предпринимательстве. Школьники узнают много нового о предпринимательской деятельности. Законы, связанные с предпринимательской деятельностью, решат различные задачи. Каждый из участников сможет разработать свой собственный бизнес-проект. Не обошлось и без игровой части, где школьники смогли не только решить увлекательные задачи, но и создать собственный бизнес-проект по техническому заданию от организаторов. Я представляю свою компанию под названием «Собачка». Вы спрашиваете, почему такое странное название? «Бизнес ринг» позволил познакомить подрастающее поколение с основами предпринимательства. Проверить свои знания, а главное – собраться вместе с единомышленниками. Одна из идей проведения ежегодной олимпиады учащихся воскресных школ видновского благочиния. В этот раз ребята встретились на дружеском соревновании в 12-й раз. На мероприятие побывал Дмитрий Книга. В видновской детской школе искусств состоялась 12-я олимпиада воскресных школ видновского благочиния. Каждый год мероприятие посвящено какому-либо святому или приурочено к значимому событию. В этот раз олимпиаду посвятили памяти преподобного Серафима Вырецкого. В этом году мы хотим по благословению владыки Аксия сделать эту олимпиаду не только среди храмов видновского благочиния, а среди воскресных школ всей подольской епархии. И надеемся в этом году, в октябре месяце, это с Божьей помощью осуществится. В олимпиаде приняли участие 9 команд, состоящих из учащихся воскресных школ при храмах видновского благочиния. В качестве подготовки к интеллектуальному соревнованию ребята на занятиях изучали ветхие и новые заветы, а также литургику. Игра начиналась с домашнего задания. Команды должны были представить на суд жюри трехминутную сценку с эпизодом из жизни преподобного Серафима Вырецкого. Было заметно, с какой теплотой и вдохновением мальчики и девочки отнеслись к истории этого человека. Нам дали роли, и мы рассказываем чудо, которое произошло с определенным человеком. И, ну, от лица этого человека. Чудеса, которые связаны с Серафимом Вырецким. Я пошла в эту воскресную школу, потому что я очень влечена в свое, ну, в христианство. Я очень люблю, я читаю, все учусь всегда. Мои подруги тоже, ну, тот, кто в нашей команде, они тоже очень были влечены во все это. Затем последовал теоретический этап Олимпиады. Участники должны были продемонстрировать свои знания о священном писании. За правильный ответ команде присуждалось два балла. За неполный ответ – один балл. Все команды выходят на сцену и сообща, там пять членов в каждой команде, сообща, они отвечают на вопрос. В течение минуты они должны дать ответ, написать его на листочке бумаги и, соответственно, поднять вверх по призыву ведущего. По итогам Олимпиады третий год подряд победу одержала команда «Светоч», представляющая Александр-Невский храм города Видное. Второе место у команды «Парадигма», третье у «Логоса». Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ленин, каким вы его еще не видели, в музее-заповеднике Горки-Ленинске открылась выставка «Вожди и художники», где представлены предметы, отражающие образ выдающегося политического деятеля на различных этапах. Экспозиция состоит из трех частей. Первый этап – «Живой Ленин», когда еще не было канонов, и каждый мог изображать вождя, ориентируясь на свои ощущения. Второй раздел выставки – превращение изображения Ленина в знак, схему, пиктограмму. И последний этап – деканонизация. И поэтому образ становился все более схематичным. В конце концов, в 50-е образ стал настолько незаметным, и его было много, но люди его уже не замечали и никак не откликались на этот образ. Куратор выставки Светлана Генералова представила предметы, отражающие образ выдающегося деятеля. Ленин, вышитый школьниками на шелке, Ленин из смальты и зеркал, на бархатной аппликации, на товарах широкого потребления. Это портреты Ленина, которые были присланы Надежде Константиновне Крупске в 30-е годы. Здесь и вышивка, и аппликация, и роспись. Работа вся наполнена символами. Здесь мы видим и СССР, и годы жизни Ленина, и серп и молот. Особенно необычным выглядят изображения вождя мирового пролетариата на коврах ручной работы, которые делали по всему миру. Очень неожиданным и интересным является такая коллекция ковров с изображением Ленина. Ленин всегда разный. Ковры тут и башкирские, и туркменские, и азербайджанские. Образ Ленина продолжает меняться. Он остается значимой рубежной фигурой 20-го века. У художников Владимир Ильич всегда разный, благодаря чему можно взглянуть на его личность по-другому. Человек живет в обществе, в котором очень много Ленина. И у него есть какое-то свое мнение. И в результате образ вождя становится таким живым, пластичным. Он меняется в соответствии с исторической реальностью. Выставка «Вожди и художники» продлится до 31 октября в музее-заповеднике «Горки Ленинские». На ней представлены около ста предметов из фондов музея и частных собраний. Инга Янчук, Алексей Астафоров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok